Всем доброго времени суток! На этом занятии я расскажу, как построить стены. Если у вас был построен чертеж в автокаде или архикаде, в моем случае в автокаде, и вы можете чертеж этот сюда экспортировать. Мы рассматриваем тот вариант, когда чертеж именно построен в автокаде без поднятия, без высоты, без стен, просто линиями. Я перед тем, как сохранять сюда в автокад, я его почистила. Он был у меня вот такой, с разметками и штриховкой. Я почистила, убрала штриховку. Кроме того, оставила только вот здесь, в уголке, штриховку и размерные линии, для того, чтобы посмотреть, останутся ли они у меня в 3D Max. Итак, захожу в 3D Max, файл, импорт, импорт. Кстати, посмотреть, какие форматы сюда импортируются, можно развернув здесь в форматах. Вот он наш автокадовский DWG. И вот здесь все остальные. Выбрала автокад. Здесь жму ОК, поскольку у меня никаких там светильников и дополнительных объектов нет. Уберу кнопкой G сетку на заднем плане, чтобы она не рябила. Итак, экспортировали чертеж. Казалось бы, сейчас мы сделаем высоту, и все, и все будет замечательно. Сначала давайте проверим размеры. Возьмем за пример вот этот кусочек, который 900 мм. Возьму, построю прямоугольник. Задам ему стороны 900 на 900. Уже видите, что расхождение в размерах. То есть у вас стенка вот этого должна быть длиной, как сторона вот этого прямоугольника. Дело в том, что некоторые, как и я, строят в масштабе в автокаде. То есть сейчас нам нужно будет увеличить чертеж до таких размеров, чтобы вот эта стенка совпала со стороной прямоугольника. Так как я знаю, что я в 10 раз меньше это делаю, поэтому я просто могу зайти в масштаб 100 умножить на 10 получается 1000. Тогда увеличу. Если вы не знаете, в каком масштабе это делалось, вы просто тянете на серединку и увеличиваете, подгоняете уже на глаз. Как правило, есть определенный коэффициент, который увеличивается. Так, вот все совпало. 900, 900. После того, как вы это сделали, какие могут быть проблемы возникнуть? Ну, когда вы экструдируете, если это чертеж был масштабирован, то экструд, какое бы вы значение ни задали, тоже увеличит то же количество раз, сколько вы увеличили чертеж. То есть моя высота, которая 3 метра, увеличилась 10 раз. Тут 30 метров. Чтобы такого не случилось, нужно будет сбросить настройки чертежа, то, что мы его масштабировали. Я делаю это как. Беру ректангл, строю, перевожу его в линию, потом присоединяю, оттачиваю, включаю, затем этот ректангл просто удаляю. Все, настройки сбросились. Можно назначить экструд. И все, высота 3000. Кроме того, что вы подняли стену и все оказалось бы нормально, я рекомендую почистить чертеж. То есть зайти, посмотреть, есть ли тут не замкнутые линии, как проверить линию, замкнутые линии, зайти в сплайн, выделить линию и зайти в свиток selection. В selection внизу будет написана информация, что выделена линия и она closed, закрыта. То есть это замкнутая линия. Посмотрим эту линию. Вот здесь open, то есть какая-то точка у нас разъединена. Нужно будет эту точку найти. Обычно проблемные точки подсвечиваются желтики. Вот, кстати, скорее всего она. И еще одна линия у нас получается. Вот это вот open тоже разъемкнутая. Давайте почистим чертеж. Во-первых, уберем лишние точки, которые нам не нужны. Вот это внутренняя геометрия, которая тоже не очень нужна. Входная дверь, она как бы нужна здесь, вот эти вот линии, но как только мы поднимем экструд, здесь будет наслоение геометрии, и это не очень хорошо. Я рекомендую убрать, но потом я покажу, как сделать дверь и окна с отступами от стен. Поэтому здесь мы просто чистим. Здесь вот разъединение. Чтобы соединить две точки, выделяете обе, и нажимаете weld. Дальше. Здесь тоже какое-то наслоение линий. Здесь тоже weld. Вот точку можно будет потом удалить. Также weld. И таким образом проходитесь по всему чертежу, чтобы у вас остался один замкнутый контур, либо несколько замкнутых контуров. Все еще зависит, насколько вы чисто строили в автокаде, что у вас линия на линию не находила. Иначе возникают вот такие вот проблемы. Здесь просто разъединенные линии. Здесь убираем эти сегменты. Точки соединяем. Еще раз сегмент убираем. Точки я показываю здесь, они разъединены. Соединяем. И затем нам эти точки просто не нужны. Я удаляю их. Балкон оставлю отдельно. Не буду его присоединять. Внутреннюю часть Уберу, поскольку она мне не нужна. Сегмент удалю. Так, здесь у нас получается, вот здесь делаю точку, а тут сегмент удалю. Здесь, скорее всего, две точки, да. Пэлдом соединяю, точку удаляю. Соединяем точку удаляю. Сегмент удаляю. Соединяем точку. Соединяем точку. Плюс может остаться еще какие-нибудь трубы. Проверьте, чтобы никакого мусора больше не осталось от автокада. Здесь я бы еще удалила вот эти вот линии внутренние, поскольку они не нужны, будет только засорять геометрию. И вернемся к экструд. Проверим на виде перспективы все ли нормально, чтобы не было черным. Для начала посмотрю, какой движок, корона, зайду в материалы. Сделаю все материалы, чтобы они были короновскими. Назначу просто серый. И теперь смотрим, какие у нас здесь ошибки. У нас появилась крыша. Это потому, что у нас галочки включены капстат и капьенс. Так, без крыши выглядит так. Ну и плюс где-то у нас разомкнут контур. Надо будет поискать. еще раз зайду в экструд. Ключок капстат и капьенс. Вот здесь вот. Давайте еще почистим, соединим правильно. потому что экструд, экструд, когда вот с такими вот крышечками, это значит, что где-то у нас контуры либо пересеклись, либо он разомкнут. Скорее, у нас просто пересеклись. Так, здесь пересеклись. Ух-хм. Ух-хм. Смотрим дальше. Все, вроде бы чисто. Я бы балкон просто отодвинула. Возвращаемся к экструду. Смотрим. Угу. Осталось, что вот здесь вот где-то еще либо пересечение, либо незамкнутый контур над гостиной кухней. Еще раз все проверяем. Можно вот так по точкам пройтись, подергать, что они все замкнуты. Несмотря на то, что написано, что линия клоуза закрыта. Только еще раз. А, а, вот здесь уже показывает, что открыто. Смотрим, где. Кстати, почему она желтым подсвечивается? А, это... Что она включена не угловая точка, а без Е. Вот мы ее нашли. Та точка, из-за которой у нас появляется крыша. Велд соединила. Теперь в Extrude. Все. Вот такой вот чертеж должен у вас получиться. Это идеальный вариант, когда геометрия не пересекается и все точки соединены. Тогда у вас не появится вот эта вот крыша даже при включенной галочкой CapStat и CapYens. Этот способ построения стен наиболее точный, в отличие от остальных, но в нем есть свои заморочки.